Эту ночь называют самой страшной в современной истории курорта. Обильный ливень привёл к сильнейшему наводнению. За час в городе выпало 55 миллиметров осадков. Уровень воды в реках едва не достиг критических отметок. 16 городских улиц в мгновение превратились в бурный поток. Машины сносило прямо на ходу. Пострадали десятки автомобилей. Не обошлось без жертв. Известно о гибели одной женщины. Уже после причины случившегося на заседании делового клуба обсудили эксперты гидротехнической, геологической и сейсмологической отраслей. Наталья Захарова, президент городской организации «Союз архитекторов России», напомнила, что такое масштабное бедствие уже далеко не первое для города-курорта. В современной истории Сочи известно ещё два таких случая. Осенью 1968 года на город обрушился мощный продолжительный дождь. В результате затопило Донскую. Вода на улице сносила рейсовые автобусы. Вот только в то время машин в городе было гораздо меньше. Поэтому масштабы бедствия были скромнее, чем в 2022 году. Второй крупный потоп случился в сентябре 1978. Тогда после ливня из берегов вышла река Сочи, затопив весьма обширную территорию. Под водой оказались первые этажи на улицах Конституции и Рос. Вот ещё архивные кадры разных лет, иллюстрирующие, на что способны горные реки во время летних дождей. Это июньские кадры 2015 года. В селе Волковка семью Матвеевых бурные речные потоки лишили жилья. Слева берега реки западный Догомыс смыло их дом и унесло в море. А это Адлерский район. После дождя из берегов вышла река Хирота. Федеральная трасса ушла под воду. Движение было парализовано. Водный поток нёс автомобили и строительные вагончики. Кадры от 3 июня 2014 года сделаны на печально известной кепше. Сколько раз река выходила из берегов – не сосчитать. Хорошо видно, сколько деревьев и грунта подняла вода из её русла. Уже в 2022 году обильные ливни начались в конце июня. Так, в ночь 23 числа несколько улиц в центре города полностью ушли под воду. Были затоплены магазины и крупные торговые центры. На Приморской набережной вода с бешеной скоростью выливалась прямо на тротуар. В то же время в посёлке Лоо дорога превратилась в озеро. На следующую ночь 24 июня в результате дождей в Сочи оказались повреждены 102 домовладения. Обильные осадки вызвали подъём рек Лазаревского района. У посёлка Зубова щель потоком реки Чемитакваджи в море унесло два легковых автомобиля. В них находилось четверо взрослых и трое детей. Одного мужчину спасли. Двоих людей нашли погибшими. В тот день стихия нагрянула и к жителям села Катково-Щель. Из берегов вышла местная река Чухукт. За считанные минуты залповый ливень почти на два метра затопил местность и дворы. Водный поток разрушил мост и заборы. Машину, технику и предметы быта на километры уносило от домов в сторону моря. И это далеко не все последствия таких ЧС на курорте. Леонид Мостовой, советник главы города, считает, что одна из главных причин подтоплений, прилегающих к рекам территорий, перекрытые застройками ливневой канализации. Участники встречи единогласно поддержали инициативу о создании инженерного совета города. Такая организация должна объединить застройщиков, городскую власть и федеральные структуры для совместного принятия решений. «В кулуарах поговорили о возможности или необходимых лицах, радости создания городского инженерного центра, вот такого общественного. Интересная была бы мысль. И очень полезно для города иметь еще и инженерные решения, которые обкатывались бы с учетом нашей специфики». Специалисты говорили о том, что береговые линии моря и рек уже давно переуплотнены зданиями и сооружениями. Лариса Шавернева, член Союза архитекторов России, подчеркнула важность грамотного строительства на курорте с учетом всех особенностей местности. «И должна быть градостроительная политика, которой, к сожалению, уже несколько десятков лет просто нет. Просто нет. Все на самотек. И, конечно, отсутствие комплексной застройки, комплексного проектирования территории». Олег Пельгун, эксперт в области геолого-разведочных работ, озвучил проблему с нехваткой нужных специалистов на курорте. По его мнению, в Сочи необходимо открывать специализированное учреждение для подготовки кадров. «Для этого нужны большие средства и специалистов. Специалистов здесь нет. Это последнее. Институты закрываются. Геологических факультетов нет. Гидрогеологических нет. Сюда приезжает кто-то как-то, но надо выращивать своих с большой праздником». На встрече была названа и другая причина подтопления – заторы, наносы и зелёные острова в руслах и устьях рек. Необходима их регулярная расчистка, что, по мнению экспертов, лежит в ответственности администрации Краснодарского края. «Поэтому вот такой документ нормативный какой-то давно надо разработать и принять и производить регулярную расчистку русел рек с обязательным пополнением этим материалом пляжей городских». Несколько дней назад работа по расчистке рек уже началась. Так, для углубления дна в русле реки Сочи уберут более 600 тысяч кубометров грунта. Предстоит расчистить площадь около 300 тысяч квадратных метров. Закончить работу планируют в 2024 году. Далее начнут расчистку на реках Кудепста и Мзымта. Затем приступят к другим водоёмам курорта. Также на встрече с экспертами администрации Сочи заверила, что учтёт в генплане города все вопросы, связанные с инженерной защитой территорий. «Город катастрофически нуждается в серьёзных изменениях в части инженерной инфраструктуры, прочистка рек, строительство новых ливневых канализаций. Конечно, подготовлена соответствующая резолюция. Мы с удовольствием теми инструментами, которые были посоветованы экспертами, воспользуемся, передадим нашим разработчикам генерального плана». Причины подтоплений обсуждали и в мэрии. К примеру, вопрос по ливневым канализациям. Сейчас в городе разрабатывается комплексная схема водоотведения. Она включает в себя строительство и реконструкцию 22 очистных сооружений поверхностных сточных вод, 19 глубоководных выпусков и трёх водовыпусков в реке, а также почти 750 километров сетей ливневой канализации. Завершить разработку схемы планируется до конца 2022 года. Главное, чтобы к этому времени на город вновь не обрушилась стихия.